В эфире на Вести ФМ 103, Дагестанское радио. Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире Росгвардия и у микрофона Канила Макаева. Сегодня у нас в гости студии заместитель командира ОМОНа Транспорт по работе с личным составом Управления Росгвардии по Республике Дагестан Магомед Багаудинов. Магомед Багаудинович, здравствуйте. И первый такой вопрос, какая работа проводится с коллективом, какие задачи стоят перед вами? Проводится очень много работы, но чисто по работе с личным составом, как я представитель этого направления деятельности, проводится, конечно, работа по подрежанию воинской служебной, в нашем случае служебной, так как мы в специальном звании полиции, поэтому в нашем случае будем говорить только о сотрудниках. Естественно, проводится колоссальная работа по подрежанию и укреплению служебной дисциплины, исполнительской транспортной дисциплины и соблюдению законностей. Кроме этого, проводится работа еще укрепления и поддержания высокого уровня морально-психологического состояния личного состава. Еще проводится работа по формированию таких качеств у сотрудников, как выполнить ответственное и добросовестное отношение к выполнению поставленных задач, по реализации социальных гарантий и обеспечению правовой защиты как сотруднику, так и члену их семей. Ну и, естественно, возможность предоставляем, делаем так, чтобы культурно-досуговый отдых тоже могли сотрудники проводить. Все время быть на работе, все время быть нагруженными. Тоже, естественно, тяжело для сотрудников, поэтому организовываются какие-то походы в театры, музеи, спортивные мероприятия и так далее. В основном по работе с личным составом вот в этом направлении и работа. Отбор сотрудников. Как приходится беседование? Подразделение по работе с личным составом, отборе самых кандидатов в Росгвардию – это колоссальный комплекс мероприятий. Но то, что касается подразделения по работе с личным составом, это в первую очередь, когда кандидат приходит, выяснить у него мотивы поступления в Росгвардию, цель его поступления в Росгвардию, понимание того, что он будет делать в Росгвардии, что такое сама Росгвардия, какими задачами и чем они занимаются. Ну, естественно, дать ему понять, что есть определенные ограничения в той или иной области, как обычный гражданин не сопозволено. Есть определенные морально-психологические нормы, которые нам необходимо соблюдать, так как мы несем ответственность и перед гражданами, и за свои поступки, и за свои поведения и так далее. И готов ли он этими ограничениями соблюдать эти ограничения? Какие требования к кандидатам в первую очередь? Кандидат, вообще-то, должен быть хотя бы общий кругозор, понимать, что такое Российская Федерация, естественно. Политика президента и правительства Российской Федерации. Должим понимать, что он все-таки является не карательным органом, а частью исполнительной власти. О том, что перед ним стоит задача профилактика в первую очередь и предупреждение происшествий, преступлений, иного другого рода правонарушений. Желательно, конечно, высшее образование. Морально-психологически должен быть немножко устойчив. Допустим, люди бывают разные. И у каждого этих людей, возможно, есть проблемы. Что на работе, что в быту, что со здоровьем, что со семьей. И, естественно, вполне возможно обращение сотрудника Росгвардии к гражданам. Гражданин может среагировать как-то болезненно. Может он там с определенными своими проблемами, где-то что-то задумавшись, идет в определенном направлении. А вот его останавливают и обращаются просто документы. Или просто там, допустим, не курить, не установили на месте и так далее. И он может среагировать, как-то сорваться. Но этим пользоваться. И, естественно, вот на меня полголоса повысили. Вот там где-то что-то неповиновение показал. И я вот как карательный орган принимать какие-то меры не имею права. Поэтому он должен быть и психологически тоже подкован. И понимать, что все-таки его цель помочь этому человеку. И, естественно, требовать соблюдения правопорядка, общепринятый в обществе. В каких случаях? По каких причинам он может получить отказ? Сотрудник? Кандидат. Кандидат, по каких причинам? Ну, там чисто по линии РЛС, в принципе, если человек идет на работу не ради того, чтобы принести пользу государству и общества. Грубо говоря, такой человек, который идет, типа, получить... Ну, в любом случае, людям для того, чтобы жить в наше время, деньги нужны. В любом случае, любая работа тоже оплачивается. Естественно, исключить тот факт, что и винит человек о том, что он идет от относительно стабильной... Заработной платой? Заработной платой винить нельзя. Но, в любом случае, у него желательно, чтобы преобладали качества те, которые я озвучил. Ну, и кроме этого, есть еще и ряд процедур, которые проводятся кадровыми органами в целях проверки. Есть ли определенные ограничения для приема на работу? Это состояние здоровья, это отношение к соблюдению закона, ну, там, преступления какие-то есть и так далее подобные, образования какие есть. Есть ли какие-нибудь там подделки документов? Связан ли он с каким-то образом преступным миром или с трудимостью потом? Ну, наркотически запрещенными веществами, с оружием и так далее подобное был связан или нет. Ну, естественно, физическая подготовка, это один из... практически после первого собеседования, как мы поняли человека, что из него можно, по крайней мере, не все к нам приходят готовые. Для этого есть работы, то есть подразделения по работе с личным составом и по политической подготовке, чтобы из него где-то что-то скорректировать. Они могут быть морально готовы, психологически, но их действуют. Конечно. Он понимает, он хочет, он мечтает работать и так далее подобное. Ну, и наша роль, роль РЛС, органов по работе с личным составом, чтобы его на правильный путь поставить, чтобы он не отступился направо-налево, чтобы он понимал и развивался, вырабатывал качества, профессиональные качества сотрудника Росгвардии. Какая воспитательная и психологическая работа проходит уже в рядах сотрудников? Это немалая работа заключается в воспитательной и психологической работе. Если остановиться, если начнем с психологической работы, то психологическая работа, в первую очередь, проводится работа по психологической подготовке сотрудников к несению службы и взаимоотношения работы, будучи на посту с гражданами. Потом оказывается психологическая помощь сотрудникам. Ну, в разности ситуации бывают, бывают семейно-бытовые проблемы, бывает на службе где-то какой-то конфликт получился. Оказывается, естественно, психологическая помощь. Кроме этого, еще проводится психологическое сопровождение, корректировать его где-то что-то. Непосредственно руководителям помогают искать индивидуальный подход к воспитанию и поддержанию дисциплины подчиненным им сотрудникам. Психологическая реабилитация у нас происходит после определенных ситуаций. Не всегда все гладко в жизни происходит. Приходится иногда выполнять специальные задачи, последствия, которые могут где-то на психологическом уровне повлиять в дальнейшем для прохождения его службы. Поэтому проходит психологическая реабилитация. Какие-то экстренные ситуации? Само собой, это все-таки наша служба и опасна. И опасна, и трудна. И трудна, и разные бывают ситуации. Не часто, но иногда бывает. Поэтому где-то какие-то моменты бывают, к которым он просто не мог представить, что такое может быть. Даже последствия того или иного случая, где он сам не принимал участие, но пришлось, увидел и так далее. Не каждый тоже может это все воспринять. А по поводу воспитательного процесса, естественно, должны понимать и доводить, и поддерживать, обеспечивать подразделения. И объяснять сотрудникам, что они являются лицом Госгвардии. Неся службу, допустим, на тех или иных объектах, местах массового скопления людей, например, в аэропорту или на ЖД вокзалах, аэровокзалах и так далее, подобное, то они должны понимать, что граждане не знают, что его зовут Магомед Алиэрмар. Они знают, что он сотрудник Госгвардии. И, естественно, он является лицом Госгвардии. И это выглядит, естественно, и по внешнему виду, и по его характеру, и по его поведению, и по принятым им мерам. Естественно, в целях поддержания, вот этот суд, я чуть-чуть один момент упустил, это не касается, он представителем Росгвардии является не только во время местной службы, но и дома. И, естественно, будут говорить, да, я знаю этого Росгвардеца, он такой-то, такой-то. Поэтому мы должны работать для поддержания и укрепления служебной, транспортной, исполнительной дисциплины и соблюдения правопорядка самим сотрудникам. Магомед Богладинович, где проходит повышение квалификации действующие сотрудники? Действующие сотрудники, ну, у нас есть учебные центры в разных городах, и которые проходят по профилю, да. Ну, в основном офицеры управления, допустим, по линии, по работе с личным составом в Москве проходят. Есть в Балашихе, которые проходят, есть в Брязьке проходят. Ну, по профилю, да, в зависимости. В тех местах есть, естественно, учебные заведения в Росгварде, где ходят повышение квалификации, обучение, учебно-методический сбор. В любой, в принципе, структуре есть система поощрения, есть система наказания. Это тоже один из видов воспитания сотрудников. Естественно, нужно похвалить за заслуги перед отечеством, на работе, за добросоверство в выполнении служебных обязанностей. Естественно, его положительные поступки излагать, указывать, оговаривать и освещать на совещаниях. И, естественно, средства массовой информации, чтобы это было примером для других. Ну, и, естественно, есть и меры дисциплинарного взыскания. Они от более слабого, скажем так, до более жестких, увеличиваются, и их достаточно немало. Ну, изначально получается какое-то предупредительное? Само собой. В первую очередь, практически сразу, не только у нас, наверное, во всех любой организации, сразу человека под расстрел не выводят. Если, конечно же, это не какое-то грубое нарушение. Вообще-то за грубое нарушение служебной дисциплины аттестационного сотрудника можно вывести на аттестационную комиссию, направить и принять решение об его увольнении. Грубое нарушение это достаточно. Поэтому, хоть и незначительное, то, по крайней мере, первый этап, как непосредственный руководитель проводит беседу и объясняет, что хорошо, что плохо и что так нельзя делать, эта процедура в любом случае проходит. Воспитательный процесс между подчиненным и непосредственным руководителем проходит постоянно, практически. Что и в БТУ, что и на отдыхе, что и на работе, что и на посту. Получается, ведется в любом случае какая-то проверка, соблюдение? Всегда. В ходе воспитательного процесса, естественно, как он несет службу, как он выглядит, как он разговаривает, как он выполняет данные поручения и так далее и подобное. Все время идет процесс воспитания, контроля и корректировки в нужном направлении. Магомед Богодинович, для тех жителей, кто, допустим, считает, что сотрудник превышал свои должностные обязанности и хочет пожаловаться на какие-либо нарушения, куда он может обратиться? Если он знает профильно, где работает сотрудник, допустим, у нас же несколько разных подразделений, лицензионная, разрешительная работа, ОВООО. Если они знают, какое подразделение именно находилось в том месте или с кем он посчитал, якобы, он совершил противоправные действия в отношении этого гражданина, он может непосредственно к нам прийти на работу. Как раз таки я и занимаюсь приемом жалоб. Через секретаря регистрируется жалоба и, естественно, проводится служебная разбирательница. Как, при каких обстоятельствах и так далее и подобное это все произошло. Вам спасибо за ответ. Единственное, для тех, кто думает вступать в ряды Росгвардии, что бы вы это пожелали? Для тех, которые думают, пускай работают над собой. Естественно, в любом случае в Росгвардии без физической подготовки никуда не деться, поэтому нужно работать над физической подготовкой. И, естественно, чтобы человеку нравилось работать с людьми, человеку, чтобы был настроен помочь обществу и быть полезным государством. Поэтому, пускай в этом ключе настраивает себя, в любом случае, живя в этом мире, мы должны быть полезны обществу, соседу или кому-нибудь, любому другому человеку. Росгвардия создана, опять-таки, не для того, чтобы там кого-то пугать или там где-то что-то делать. Опять-таки, все это создано для того, чтобы для подрежания правопорядка и законности на всей территории Российской Федерации. Поэтому, пускай ребята, девушки, которые желают работать в Росгвардии, кроме как конкретно сказать, чтобы они физически работали над собой и образование получали. Остальное, наверное, внутри от характера, наверное, у человека зависит и в каких целях он туда поступает. А так образование. Пускай получают образование, пускай учатся и работают над собой. Магомед Богудинович, спасибо за то, что пришли, за то, что выделяли время. Для радиослушателей, напомню, у нас гостем в студии сегодня был заместитель командира ОМОНа Транспорта, поработив с личным составом Магомед Богудинов. В эфире была Росгвардия. Всего доброго, до свидания.